Вооружились молотками, ножницами и швейными машинками. На Ставрополье начался открытый региональный чемпионат молодые профессионалы. За звание лучшего борются студенты колледжей и профучилищ. Как куют победы участники и у кого получается работать лучше всех, расскажет Виктория Середа. Невиномысский спорткомплекс «Олимп» перевоплотился в огромную мастерскую. Вместо баскетбола и танцев здесь шьют, ремонтируют и строят. Кирилл Чудневец один из участников. Три дня многочасовой работы парня не пугают. Первым модулем занимаюсь, то есть это производственная часть. Здесь мы собираем реверс трехфазного двигателя, то есть защита его там примитивная, тепловая. Ну то есть эта часть как бы производственная, не домашняя. Следующий модуль будет разводка тоже у нас. Ну как, это будет домашняя часть, то есть будет идти локабельный лоток. Такой вот красивый, как можно ставить его в офисах, а не ставится в помещениях. Будет стоять освещение, ручное управление, то есть обычные выключатели и проходной выключатель. А эту рабочую площадку можно смело назвать кузницей мировой моды. За три дня каждой участнице чемпионата нужно создать свой комплект, состоящий из платья, жакета и аксессуара. Участницы ловко орудует иголками, ножницами и швейными машинками. Обычные кусочки ткани прямо на глазах превращаются в стильную одежду. Неподалеку другие конкурсантки делают из цветов настоящие шедевры. А вот и самые юные мастера Женя Тимофеев и Вася Лазарев пока что учатся в школе, но уже делают умных роботов и пишут для них специальные программы. В нем есть немного другие детали, которые в обычных конструкторах Лего. Тут есть датчики, микрокомпьютер и моторы. Вот этот средний мотор, это тут два больших мотора. За работой участников внимательно следят строгие эксперты. Молодым профессионалам нельзя даже на минутку отвлечься от дела. К чему стремимся? Мы хотим, чтобы дети обладали компетенциями не только на уровне Российской Федерации, но чтобы они обладали компетенциями, которые востребованы везде в мире. Имена победителей станут известны совсем скоро. Они отправятся на всероссийский этап чемпионата. Виктория Середа, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение, Невиномыск.